Нужно сказать, что мы все матчи стараемся отдаться на все 100%, не всегда, к сожалению, результат оправдывает ожидания, мы не всегда получаем то, на что рассчитываем, но завтра очень важно будет хорошо играть, показать хорошую игру, хорошо закончить. И мы хотим идти, поэтому, для нас, это очень важно, что мы берем нашим лучшим выступлением, в последнее время мы страдали немного, потому что у нас есть этот матч, а на следующий день, а на следующий день, и тогда у нас есть праздник, и мы берем все, что мы можем сделать. Предстоящий матч для нас это финал, поскольку победитель этой игры пройдет в Ригу конференции, безусловно, мы хотим, чтобы это были мы. Последняя игра нам была непросто из-за проблем с составом, но сейчас у нас осталось два матча, это завтра и воскресная игра, поэтому нам нужно будет в эти две игры выложиться на все 100%, чтобы сделать максимально возможный результат. У второго болельщиков ожидается примерно 35-40 тысяч, атмосфера будет достаточно горячая, как вы думаете, как это может повлиять на исход игры? Это всегда хорошо, когда вы играете в доме, и у вас есть много поддержки, но мы получили эту ситуацию, особенно в Истанбул, против Гала, и там мы получили хорошую выступлению. И я надеюсь, что мы можем сделать это же сегодня. Но это то, что футболисты любят. Мы хотим играть в полном стадионе, в полном сопоторе, и мы рады, что мы можем играть в этом этом матче. Всегда здорово, когда команда играет на домашнем стадионе, за ее спиной стоит такое количество болельщиков. Мы в этом розыгрыше Лиги Европы уже испытали похожее, когда ездили в Стамбул, играли там с Галатасараем. Всегда здорово играть при полных трибунах, безусловно, считаю, всем футболистам это нравится. В Стамбуле, несмотря на помощь трибун, мы показали хороший футбол и неплохой результат, и, надеюсь, завтра сможем это повторить. У меня есть несколько воспоминаний об этом стадионе. Я играл здесь несколько раз и в составе Басти, и в составе Бордо. Я хорошо знаю местную публику, я прекрасно понимаю, чего завтра ждать в плане публики, болельщиков. Поэтому я думаю, что завтра важно сохранять хладнокровие и ясно видеть перед собой цель и идти к результату.